Продолжение следует... Но сегодня пару выбирают поверхностно, а выбор партнеров огромен. Поэтому создание долгосрочных отношений намного легче на словах, чем на деле. Любовь с первого взгляда – это, конечно, замечательно, но на одной взаимной симпатии невозможно продержаться долго. Как же создать здоровые отношения, которые будут длиться долго и приносить счастье вам обоим? Первое. Вы общаетесь открыто. С искренности начинаются хорошие отношения. Можете ли вы говорить вашим партнерам о чем угодно? От личного до табуированных тем. Внимательно ли вы слушаете друг друга, стараясь проникнуться тем, что волнует другого? Хорошая коммуникация – это приветливый язык тела, концентрация на разговоре и уважительный тон. Второе. Вы ссоритесь. Может прозвучать странно, но ссоры случаются и в здоровых отношениях. Без них ваши эмоции будут накапливаться и в итоге превратятся в сильное чувство обиды. Пары с хорошей коммуникацией могут ссориться разумно. Каждый высказывает свою позицию и в то же время пытается понять другого. Они также умеют извиняться, если оказываются неправы. Конечно же, это не нужно путать с деструктивными ссорами, когда партнеры ведут себя агрессивно, ругаются и пытаются сделать друг другу больно из-за какой-то проблемы. Третье. Вы не разглашаете детали отношений. Это нормально посоветоваться с друзьями или семьей по поводу какого-то вопроса в отношениях. Но выводить проблемы на публику в социальных сетях – это пассивная агрессия. Так можно совсем подорвать доверие. Всему нужна приватность для того, чтобы оставаться в сохранности, в том числе и отношениям. Четвертое. Вы не держите обиды. Чем дольше вы вместе, тем больше вы начинаете действовать друг другу на нервы, и это нормально. Мы все время от времени перебарщиваем и можем обидеть своего партнера. Но если подолгу обижаться, даже когда перед вами извинились, можно разрушить отношения. Всегда обговаривайте все проблемы и учитесь отпускать обиды. Пятое. У вас реалистичные ожидания. Идеального партнера не существует. Пары, которым удается поддерживать долгосрочные отношения, понимают, что ключи к этому – обязательства, коммуникация и компромиссы. Шестое. Вы тратите время на себя. Здоровые отношения не означают полную несвободу. Наоборот. Каждый должен быть самостоятельной личностью, иметь свою жизнь, интересы и друзей. Причем без ревности и обид. Жить и вне отношений в том числе просто необходимо. Седьмое. Вы доверяете друг другу. Счастливые пары могут проводить время по отдельности, без постоянных вопросов типа «где ты и с кем?». Если вы следите за партнером в социальных сетях в ожидании обновлений, то у вас проблемы с доверием. Доверять – значит уважать решения и чувства своего партнера. Восьмое. Вам нравится проводить время вместе. Поужинать в ресторане или поваляться дома – вы наслаждаетесь временем вместе, как бы вы его ни проводили. Надеемся, что вы выделяете достаточно времени из своего загруженного графика для общения с партнером. И не в качестве обязательства, а просто потому, что вам это нравится. Девятое. Вы друзья. Крепкие пары разделяют общие интересы, наслаждаются совместным времяпровождением. Как и лучшие друзья, они могут говорить о чем угодно, не осуждая друг друга. Очень важно, чтобы вам было комфортно вместе. Десятое. Вы принимаете решения вместе. Здоровые отношения – это не борьба за власть, а партнерство, в котором оба имеют равные права. Если вы не можете выбрать, в каком ресторане провести свидание, когда-то можно уступить. Но с условием, что в следующий раз выбор будет за вами. Одиннадцатое. Вы поддерживаете близость. Да, секс, безусловно, имеет большое значение в отношениях. Но к интимности относится еще и романтика. Быть в здоровых отношениях значит уделять внимание, дарить подарки и какими-то другими способами проявлять язык любви. Двенадцатое. Вы помогаете друг другу стать лучше. Но не стараясь исправить, а поддерживая. Пары в здоровых отношениях любят друг друга за то, какие они есть, а не за то, какими они хотят видеть друг друга. Что из этого списка относится к вашим отношениям? Поделитесь этим в комментариях под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok